В округе провели очередную встречу с семьями мобилизованных люберчан. Им напомнили о мерах социальной поддержки, бесплатной юридической помощи и адресной доставке гуманитарной помощи бойцам, участвующим в специальной военной операции. Встречу провели в поселке Октябрьский. На ней присутствовали юристы, члены общественной палаты округа, представители духовенства, депутаты. Может, какие-то есть вопросы, проблемы, какая-то нужна помощь. Поэтому мы постараемся из того, что мы можем, естественно, как-то помочь, посодействовать. Мужа Натальи призвали в начале октября. Прошел боевую подготовку и вместе с сослуживцами был отправлен в зону проведения спецоперации. Вопрос о том, что не пойти, совершенно не стояло. Экипированы они полностью, сейчас никаких проблем. Единственное, что пока в последний момент, когда мы общались, еще не было конкретного места, где они будут находиться. И условия не очень, конечно, хорошие, но обуты, одеты, сыты – это самое главное. И живо-здоровые – это тоже самое главное. Говорили о выплатах мобилизованном и материальной помощи их семьям. В школах и детских садах горячее питание для их детей бесплатное. Кружки и секции они тоже могут посещать на безвозмездной основе. Жены и матери поблагодарили за помощь в сборе и отправке гуманитарной помощи. Люберецкое отделение Союза женщин России вместе с предпринимателями поддерживают российских военнослужащих. Эта помощь у нас продолжила, что с наступлением холодов, естественно, мы и термобелье, и теплые какие-то носки, газовые баллоны, печки. Наши женщины вяжут носки, шапочки, манишки. Мы упаковываем туда, кладем такой оберег русского воинства, конь-огонь. Встречи с семьями мобилизованных люберчан в округе проводят регулярно. Многие вопросы решаются на месте. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.